всем доброе утро ребятки доброе утро у нас завтрак отец бутерброд мама яйца вареные есть леночке вон сделали кашку ее утреннюю забор бешили с орешками с этими с ананасами будешь ждать лена вчера голову помыла короче рассказывать вчера помыла голову вечером я и заплела косички чтобы быть кучерявой но слишком мама перестаралась сегодня утром когда чесали лена похоже на барашка или на одуванчик у меня вот так вот волосы сильно много косичек и сильно высоко их завязала когда заплела короче пришлось голову опять намочить будем сейчас сушить феном эксперимент не на прошлый раз так хорошо было потому что ты не живи я низко сделала косички а вчера так переусердствовал ну ничего у нас еще есть это фигурная плойка такая как вафельная если что мы тебе сделаем это самый объемчик ею да все завтраками и будем потихоньку собираться наряжаться не знаю банкет а ты имеешь ввиду банкет а я думал ты на стол показываешь у нас банкет и думаю где сегодня на банкет идти на работу ну смысле мы не на работе мы приглашаем но все равно ощущение у родителей такой есть хоть подстриглись повод есть любое кафе у родителей это ассоциация с работой даже ребенок знает да как лошадка на свице да с вами морда в грязи надо но засунуть какой-то песок да санька мы уже собрались выходим на банкет и а вам они ввесы хочу а так брутальнее брутал ножка не бритый с бородами сейчас борода а ты такой красивый с бородой пошли-ка дети дружно в ряд наш отряд пионерский наш отряд едем к виде на день рождения потому что будем устраивать там дискотеку я шучу тусоваться едем на тусовку мать едет на тусовку что ли все погулял Все вроде все. Можем открывать панкет? Нет, еще пару минут просят. Хорошо, еще ждем, ждем. Салюта у нас здесь еще ждем. Елеша, ку-ку. И тут телефон. Одевай колпак. Не, я не буду этого делать. Одевай. Бутербродики. Очень маленькая розочка нравится. Красивая. Красивая. И жалко ее ломать, да? Да, вот еще проблема. Талент хит, пультик. Прикольно. Ребята, друзья, мы вновь продолжаем путешествовать. Вновь возвращаемся в наш город Южный Украин. Немножечко погуляли, отдохнули. Новые велики, новые люди не получили. Говорить о сегодняшнем дне. Конечно же, вкусно, весело кушать. Вместе с вами у нас сегодня через 2 часа в 6 часов будет поликолепное музыкальное сопровождение, где мы сможем сделать разминку, потратить лишние калории на профессиональные площадки. Но дальше еще впереди много шуток, много игр и много-много новостей. Первый стол по традиции любого юбилея он торжественный. Поздравление, поэтому мы многое часто будем приглашать вас в поднятие бокала. Но вы этот бокал по напиткам выбираете самостоятельно. Главное, чтобы мы с вами веселились от души, добрые слова лились от души. С днём рождения! Поднимаем, выпиваем! И вновь это веков! С днём рождения! Поздравляем! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Они, тот мудрый, любящий отец, отличный муж, добрый дедушка, красивый мужчина, отмечают юбилей. Цифры не пугают, потому что, как всегда говорят, горят глаза, голая душа. При отпустите всегда тепло, уютно. Он человек-праздник, певец, чудовная природа. Петюшка, будь здоровы! Да, вот, отлично, команда собралась. Остальные подтянутся потихоньку, да? Итак, пожалуйста, друзья, внуки, поздравляем нашего именинника. Я хочу согласиться со всеми, со всеми поздравлениями, которые звучали в этом зале. И от себя хочу сказать здоровье, счастье и самых лучших песен. Спасибо! Спасибо, Полина! С днём рождения! С днём рождения! Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнца в мире не было у нас. От забот и мелких взор ты меня убёр. И ключи от счастья для меня нашёл. Для меня нашёл. Этой женщине не только захотелось петь, что ему честному народу, но она ещё и умеет рисовать. Итак, творчество нашей Елены теперь ей захотелось рисовать. И, логично, пару мостов, пару энергичных движений. И позолотило! Аплодисменты! 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 И пожалуйста, смотрите! Какой великолепный подарок сегодня делается золотой наш именинник, благодаря прикосновению творческой руки нашей Елены. Ну что, теперь надо симпатироваться. Давайте! У нас теперь есть фотозона, и мы можем рядом с портретом проводить фотосессию. И они, и они, листья желтые над городом кружатся, стихи в шороха на под ноги ложатся. И у твоего сына не спрятаться, не скрыться. Выся желтые, скажите, что слиться. Ты очень красива в этом платье, и на нерву тебя сейчас запонят я, и превращаю буду в день и в ночь. Ты очень красива в этом платье, и на нерву тебя сейчас запонят я, и превращаю буду в день и в ночь. Ты очень красива в этом платье, и на нерву тебя сейчас запонят я, и превращаю буду в день и в ночь. Ты очень красива в этом платье, и на нерву тебя сейчас запонят я, и превращаю буду в день и в ночь. Ну, тут мы слышим, тут мы слышим, ах, Одесса, всем слышим. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Какая дама пропадает, Обвините по кругу и поймете безручная луна такая. Моя сердечная мечта не знает, Какая дама пропадает, Где же ты, милый мой, Ты мой-то такой, Который небо дозревает. Что целый мир еще не знает, Какая дама пропадает, Обвините по кругу и поймете безручная луна такая. Что целый мир еще не знает, Какая дама пропадает, Какая дама пропадает, В pó и поймете безручная луна такая. Какая дама пропадает... А всё хорошее не забывается, а всё хорошее и есть. Что-то высоко взял, Санёк. Пусть о любви нечаянной кто-то сказать осмелится, Если поверишь в это, Грусти не выдавай. Новая встреча лучшее, Средство от одиночества, Но и о том, что было, Помни, не забывай. Мечта сбывается, И не сбывается, Любовь приходит прав, Порой никак. А всё хорошее не забывается, А всё хорошее и есть. Мечта сбывается, И не забывается, И не забывается, И не забывается. А бабы последние дела, Люблю я жевать огурец, И не забывается, И не забывается, Казак во хмелю молодец, А бабы последние дела. Казак во хмелю молодец, А бабы последние дела. Казак во хмелю молодец, А бабы последний, И не забывается, И не забывается, И не забывается, И не забывается, Мне приснилось, что я ищу полно без парусок Неразумных грёзд, несчастливых звёзд и земных цветов И волны звенят, сливаясь в волшебный сладкий сон Впереди земля, между остров ясно, на стаскалом Я никогда не видел такого чудо В бархах веков в океане, как госпит блюдо Музыка льётся нежно, и смей откуда Ни отворил, ни отворил, ни отворил Ни отворил, ни отворил, ни отворил Нет на острове ток звеней, нет замков и не гонит Лишь шуми листва, небо синего, премьер-гайских тис О, море стоит, как будто смешной светлой газон Нет там мудрых звеней, нет там бураков, нет военных зон Я никогда не видел такого чудо В бархах веков в океане, как госпит блюдо Музыка льётся нежно, и смей откуда Музыка льётся нежно, и смей Sorry Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далека Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok ДИНАМИ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, закрой, Донь, Донь, закрой. Не надо, ребята, там холодно. А то простудитесь, не надо. Нам в школе повезло, нам в школу так не надо. Так, к черту, школу, блин. Да, Донь. Как мне нравится школу, выходи. Не очень. Ты что говорила? Ты как сейчас пойдешь, тебе сначала будет нравиться, потом не нравиться, а потом вообще это будет дотянуть. У нас сейчас так на школу говорится. Всем привет, ребятки. Мы вернулись с этого, с банкета. Устали, конечно. Лена пришла, сразу легла. Вырубилась. Да, только легла. Все, уже спит. Мы еще с папкой сразу Соню выели, потому что бедно. Нигде не нагадила, просидела целый день, какая умничка. Тоже устали, спать хотим. Собака классная у нас вообще. В АТБ ходили, потому что дома воды нет, компота не наварили. Мы взяли одну эту, нагазованную, моршинскую. Взяли один лимонадик, вот такой вот, стекляшечный. Чеканный, молодец. Ну вот он, чек, мать, я же тебе дал специально. Ой, спасибо, мать слепала. Так, что этот? А, вот сок и яблочно-виноградный. Ребятки, по скидке. Сегодня 12.30. Водичка моршинская 11.20. И лимонад 12.90. Да, ну это хороший лимонад вам. Это не лимонад, дюшет мы взяли, да? Бо лимонад был без скидки. А дюшет со скидкой. Так, и что еще? Отцу захватили морковочку. Да, я уже к ней привык, как-то приспособился. Нормально идет. Когда уже мать начнет сама делать, да? Ребятки, честно, я понимаю, что кто-то не верит. А, что она делает? Дома сидит, на работу не ходит. И это, са, я не буду оправдываться. И, ну, говорю, что пока нет времени. Что-то объяснять, да? Ну нет времени, я что придумываю? Он на мне. Все нормальные люди понимают, мать, что ты. Да, люди спят, а я не сплю, потому что работы много. Я просто устала врастить. Я вообще вас всех люблю, ребята, всех люблю. Так, сахар, сахар. Очень нужная вещь в доме. Так, цукор, 13,60. И долго мы с отцом стояли, минут 20. Мы вообще в этом колбасу не покупаем. Что-то тут цена какая-то бешеная, да? То они как-то в свет колбаса не внушают доверия, да? Какую-то взяли, на утро у нас просто нет колбасы. Взяли вот такую вот штуку, не знаю, она просто недорогая. Сейчас, колбаса 18,30 какая-то вот, ребятки, золотистая. Завтра утром разве не развернем. Золотистая. Название-то так рулевое. На бутербродике положим, да. Потому что все-таки утро без бутербродов, день прожит зря. Так, общая сумма 88 гривен. И хотелось бы еще... У меня песня «Секторогаз» заиграла, словно спринтер без ноги. А почему? А у него есть там такая песня. А спринтер это кто-то прыгает? Бегает быстро. Бегает? А, точно, да. Словно музыкант без слуха, дальше я не буду, дальше уже пошло, да. Вот о маме скажу тебе. Ой, пить хочу. Так, ну, короче, ребятки, хорошо, отдохнули. Мы выдержали, выстояли, да? Да. Под конец уже так устали. Ну, что, сейчас чаю попьем. Мне чаю хоть, вот, у меня уже мозг клинит, надо его кофейным промыть. А ты пил там чай. Ты какой-то он не такой, как я. Ахмат, да. Она с собой брала. Да. Не такой, как я люблю чай. Да. И, ребятки, хотела ответить на комментарии, несколько комментариев поступило по поводу полотенца на голове. Ну, особо, конечно, меня один комментарий поразил. Я не могу его не назвать, потому что меня ответили. Девушка написала, ну, что это очень интимно показывать. Голова это интимное место. Не показывайте голову. Блин, а полотенце на голове, это похоже на челму. Бедные арабы, они, блин, столько, там, тысячи лет уже они живут с челами, ходят на головах. Они не знают, что это некрасиво, что с челной ходить. Не, ну, мне какая-то девушка написала, что это очень интимно. Полотенце на голове, и показывать на камеру полотенце на голове, и сушить голову, это интимно. Ну, ребят, ну, простите, но мне этого не понять, честно. Вот, ну, да, у каждого... Да надо подумать, может, где-то действительно интим спрятался бы. Может, мы не понимаем, блин. Эрогенные зоны у кого-то, да, находят за чем. Да у всех свое, мам. Ну, да, у всех свое, не знаю. На Каити, говорят, голышом бегали раньше, или где-то в Африке. Другие ходят закрытые. Третьи где-то ходят, не знаю, живут где-то на севере, допустим. Да, он в Африке ходит с голым торсом, женщины, да? Но они же не считают это зазорным. Нет. Я первый раз, впервые слышу, что в Украине, в которой, в стране, в которой я на данный момент живу, да, зазорно в полотенце это самое. Ну, я не знаю. Может быть, меня не так воспитали. Я говорю, мам, мы завтра спрашивали, мам, что такое, что-то мне не рассказывают, что нельзя. Я знаю, что там оголяться нельзя, обнажаться. Ну, короче, надо залаживать какие-то, да, это самое, нормы, морали. А за голову что-то мне ничего не сказали. Упустили. Упустили. Ну, короче, шутки, шутки, ребятки. Надо маме сделать выговор, блин. Надо было объяснить. Я хочу сказать то, что, ну, я понимаю, что кому-то, может, неприемлемо, некрасиво кажется, там, кто-то стесняется, допустим. Представьте ситуацию, да? Ты помыл голову, начинал полотенце, и вдруг звонят в дверь. Что делать? Не знаю. Вот скажи мне, что делать? Снимать штаны и бегать. Ну, я уже третий раз пытаюсь сказать, что, ребятки, не считаю... Не, ну, когда-то в детстве говорили, что, например, ссать против ветра, это, блин, плохо, блин. Потому что ветер подует, и ты обоссышь сам себя, блин, понимаешь? Конечно. Поэтому по ветру надо, ну, то есть, было такое, где-то в детстве учили, старшие ребята, блин. Я хочу, ребят, сказать одно, что я дома, канал у нас семейный. Я много пересмотрела и периодически смотрю, и попадаются мне семейные каналы, где тоже ходят в полотенце, тоже ходят в халате. Мне, знаете, мне писали в комментарии, почему, Юля, почему ты в халате? Ну, это вот с той же оперы. А в чем я должна ходить дома? Платье мать вечернее. Вечернее платье, и спать в платье. В платье вечернем легла и спишь себе, понимаешь? Я нахожусь дома. И, понимаешь, если мне нужно в этот момент снять видео, то есть, у меня хорошее настроение, я хочу поделиться с вами, почитать комментарии, и, ну, то что, мне нужно быстро там краситься, марафетиться, это уже буду не я, понимаете? А я пытаюсь, то есть, показывать себя такой, какая я есть, которая я на самом деле, которая я в жизни. Я считаю это правильно. Мам, такое я куча людей на самом деле понимают. Не понимают... Не варяться или фуфыриться, ну, мне так будет неинтересно, короче, мне так лучше канал не вести. Не понимают... Потому что я буду каждый раз переживать, да не договорить, высказаться. Потому что я буду каждый раз переживать, тут рукой не махнуть, здесь там руку не показать, здесь близко, потому что у меня волосы на руках или еще что-то. Ну, понимаешь? Ну, можешь сразу сворачивать канал и все. Да, да, но мне так не нравится. На море, когда отдыхаем, это самое, там души общественные такие, да, вот эти вот, и все с душа выходят, хи-хи, с полотенцем на голове. Все с женщиной ходят с полотенцем на голове. А это огромная территория и очень много народу. Они просто не знают, что творят, мам, понимаешь? Я считаю, что это, ну... Ну, я сказала свое мнение, что я не буду заморачиваться, если мне нужно что-то со своими зрителями связаться, если не связаться, да, и снять какое-то видео еще что-то, я буду в полотенце. Если у меня на данный момент есть на голове. А если нет? Просто, если я так буду заморачиваться, поймите, впереди, ну, вот, к примеру, впереди дача. На даче я хожу, я вас удивлю, могу ходить в шортах, в которых есть там дырочка какая-то, на которых есть пятно, понимаешь, или в рваной футболке, потому что я на даче. Мало того, я могу эту футболку испачкать в земле. И что, начнется писанина, что как так, на даче, то же самое, как пишут, почему ты в халате. Давай я тебя перебью на секунду, понимаешь, основная масса людей, основная масса наших подписчиков, наших друзей, им по барабану в чем-то там, в халате, или ты в полотенце, то есть, не это важно. Мне просто поразил этот комментарий, что это интимно, ну, конечно, я посмеялась. Башка это интимное место, да. Слышат они, но я еще долго буду вспоминать, конечно. Башку надо всегда закрывать. Думаешь, что спецназовцы ходят, вот, например, в масках? Они хорошо воспитаны. Поэтому они надевают такие маски, чтобы одни глаза были, понимаешь? А если ты раскрыл башку, ну, конечно, блин, куда ты, блин? Куда, на улицу с ней пойдешь, не покрытой головой, что ли? Без маски? Это будет, что-то не то. Поржали, поржали. Отец, давай попьем чай. Да, давай. Ложиться спадки. Ребятки, будем на это обращаться. Всем огромное спасибо, что нас смотрите. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за многочисленные комментарии, за которые я чай попью и засяду. Обязательно вам всем поотвечаю. Еще раз всем спасибо. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok